Завод Микрон Это первое и единственное производственное помещение такого рода в России. Целую партию может уничтожить лишь одна пылинка. Поэтому здесь круглосуточно поддерживают особый микроклимат. Всегда 21 градус тепла, а каждые 15 минут – очистка воздуха. Мы переносим рисунок с фотошаблона на пластинку, используя светочувствительный полимер. Это у нас фоторезист. Вот здесь как раз происходит сейчас процесс нанесения фоторезиста. Дальше пластинки пойдут в сканер, там происходит засвет фоторезиста, и уже появляется рисунок на пластинке. Процесс производства чипа похож на проявление пленки, даже свет соответствующий, но печатают изображения на кремниевых болванках. Здесь мы смотрим внешний вид пластинки, лицевую сторону, а также контролируем обратную сторону, потому что на обратной стороне могут появиться какие-то тоже дефекты, царапины, и это тоже все нужно контролировать. Но, как мы видим, пластинка сейчас в полном порядке. На поток поставлены электронные паспорта, медицинские полисы и проездные. А теперь и дуальные банковские чипы. Первые в России. Разработка НИИ молекулярной электроники. Последнее достижение мировое, потому что здесь высокие требования, так как бесконтактный интерфейс, и не только по защите, мы и по быстродействию, потому что вся транзакция должна уложиться в микросекунды определенные, и это достигается таким очень сложным способом. До этого в бесконтактных банковских картах были встроены чипы, сделанные за рубежом. Отечественная версия имеет собственную операционную систему, а весь цикл производства находится на территории нашей страны. Дуальный чип Микрона и НИИ молекулярной электроники решает сразу две задачи. Информационная безопасность россиян и импортозамещение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова